Венера в Близнецах с 11 апреля по 7 мая 2023 года. И у нас настало легкое и приятное время, когда на горизонте возникают старые и новые друзья-приятели. Корабль поднимает паруса и готов к приключениям, а прекрасные девы и рыцари намекают на романтические встречи. Однако все это будет достаточно в легком варианте, и относиться к этому нужно также иронично и игриво. У Близнецов есть еще одна сторона – это склонность к коммерции. Поэтому время Венеры в Близнецах дает возможность увеличить продажи и клиентскую базу, правильно провести рекламную кампанию. А это не замедлит сказаться и на финансах. Правда, Венера в Близнецах, она плохо копит деньги, поэтому можно ожидать и повышения расходов в том числе. Близнецы, они умеют работать с информацией, поэтому благоприятно на Венере в Близнецах поучиться чему-то новому. Повысить свою стоимость на рынке как специалиста тоже сойдет. И здесь самое главное, что в этот день, 11 числа, происходит также соединение с Солнцем. И есть некоторые особенности еще транзита с 11 по 19 апреля квадрат Венеры и Сатурна. И здесь ситуация может осложнить тему отношений. В существующих отношениях может пробежать некий холодок или возникнут препятствия для единения. Для женщин же этот период может быть связан с упадком силы и с ухудшением самочувствия. С 1 по 7 мая квадрат Венеры и Нептуна, он размывает ситуацию, внося в отношения хаос и непонятные тенденции, возрастает болезненность. Но поддерживающийся стиль Венеры и Юпитера в это время сгладит проблему, и она пройдет не так остро. У обладателей Венеры в Близнецах наступает возвращение Венеры. А это время – приятное время, когда можно получить дополнительную порцию подарков, праздников и дружеского общения. Удачное время у Близнецов и их воздушных собратьев, весов и водолеев. Натальная Венера в Близнецах, она эрудирована и искрометна, легко заводит новые знакомства и также очаровывает всех вокруг своим обаянием. Это некоторая бабочка, перелетающая с цветки на ветку, с цветка на цветок. Она очень общительна, ей очень интересно все новое, неизведанное. И она может испытывать даже большое затруднение при выборе постоянного партнера. Ведь поклонников у нее может быть много. И все это может сводить к тому, что они очень даже хороши все. А вдруг там за поворотом есть кто-то еще лучше, будет думать, Венера в Близнецах. И здесь приходит на помощь управитель Близнецов Меркурий. Выбор партнера, она чаще всего совершает рациональным путем. Либо идет от дружбы и общих интересов, а любовь уже как-нибудь сама образуется. И обладатели Натальной Венеры в Близнецах, такие как Максим Галкин, Илон Маск, Анатолий Чубайс, Дженнифер Лопес, Меган Фокс. И нужно отметить, что сегодня 11 апреля 2023 года может быть одним из самых удачных и динамичных дней в году. В большей степени первая половина дня сегодняшнего периода. Солнце соединяется с Юпитером в Овне при поддержке Луны и знака Юпитера и Стрельца. И здесь увеличивается стремление к позитивным решениям, оптимизму, развитию, устранению ограничивающих факторов. Будьте открыты к новым возможностям, перспективам. Через них к вам может прийти удача и успех сейчас в более долгосрочной перспективе. Удачи вам во взаимодействиях также с образовательными, юридическими и управляющими. Можно сказать, также с административными организациями, в поездках и путешествиях, с людьми также издалека, с документами. И в целом в течение сегодняшнего дня будет ощущаться прилив сил и вдохновения. Поэтому полезно направить эту энергию в созидательное русло. Удачи вам, дорогие мои. Используйте это время себе во благо. Всех благ!